здравствуйте рад видеть вас на своем канале и сегодняшнее видео посвящено продолжение моей работы над сумкой танец стрекоз от фирмы матрёнин посад как вы помните приобрела я такую сумочку и загорелась ее быстренько вышить к лету сумка представляет из собой уже готовые изделия нанесенным рисунком который надо расшивать бисером и ниточками вот так вот это все выглядело и на сегодняшний момент у меня отшита вот столичка как вы видите у меня готовы стрекозы пришит весь бисер все бусины все стразы на стрекоз то есть если не считать того что мне нужно отшивать еще вот сюда бисер пришивать на травку и сюда и с этой стороны то весь бисер у меня пришит я например считаю что самая такая тяжелая самая кропотливая работа с бисером именно у меня закончена выглядит конечно потрясающе очень красиво к сожалению камера не передает полное ощущение это все необыкновенно красиво переливается на солнце или просто под искусственным освещением все сверкает очень красиво просто необыкновенно я вообще блестяшки всякие не очень люблю но допускаю их то летних вещах их или под настроение когда иногда хочется вот эти вот глаза стрекоз они переливаются просто как бриллианты но к сожалению вот сейчас вот так не очень видно это все потому что освещение дневное но очень красиво сейчас я вам поближе покажу давалось мне это все не очень просто в каком плане но наверное вам сейчас лучше фотографии буду вставлять от так приближать резко стеряется давалось мне еще раз говорю это все не очень просто потому что я никак не могла приноровиться к ткани к тому что бисер здесь кладется совершенно в разнобой в разном порядке не удавалось мне приспособиться сначала я пробовала на руках вышивать потом на кус на пик потом пяльца приспособила то есть пока я металась пока я находила для себя какой-то определенный способ конечно прошло время начала я вот с этого крыла и это крыло я распускала наверное раза три пока не приспособилась в инструкции говорится что мы можем вышивать разными способами можно вышивать по одной бисеринке то как обычно мы вышиваем строчным швом а можно вышивать арочками то есть это когда на ниточку набирается несколько бусин и мы эту арочку пришиваем и закрепляем для меня более удобным оказался именно второй способ более аккуратно стало получаться именно арочкой потому что как мы видим вот эти вот круглые стразы они обшиваются как раз по кругу бисером и когда пришиваешь одну бусинку бисер ложится не так ровно и вот здесь но в общем то здесь везде такие плавные линии должны получиться и именно арочным способом получались эти плавные линии наиболее удачными и я конечно остановилась на них там где я набирала довольно много бисера но больше чем три штучки я обязательно закрепляла эту строчку да так скажем еще несколькими прихватами то есть у меня получался как бы выкладная нить с бисером если можно так выразиться вообще работа не сложная но очень кропотливая конечно нужно быть очень и очень осторожным и аккуратно ну вы знаете довольно интересно то есть у меня каких-то вот таких затруднений у меня не вызвало мне очень понравилось давайте поговорим по материалам как которые были предоставлены материалом здесь не все так весело не знаю к чьего производства здесь бисер но он довольно кривой и если остальное вот более-менее бисер да вот мы видим здесь зеленый желтый такой золотой и так далее то вот этот вот голубой бисер он был абсолютно весь кривой мало того что он был кривой он был совсем не кондиционный он никак не хотел проходить в иголочку предоставленную производителем я сначала этот бисер просто откладывала слава богу я не догадалась его сразу выбрасывать просто откладывала в другую сторону и когда я поняла что собственно говоря если так дальше пойдет бисера мне не хватит я просто взяла из другого набора иголочку мелхил поменяла иголочку и тут конечно все проще пошло весь бисер начал приносить свою так скажем пользу то есть он начал нормально нанизываться кривой бисер мне пришлось тоже использовать дальше я расскажу почему стразы здесь вот есть такие замечательные красивые стразы пластиковые но вы знаете где выглядят очень и очень неплохо я не знаю что с ними дальше будет но вот пока они все были у меня ровненькие и вполне себе хорошо прилично себя вели как я организовала свою вышивку вот так вот у меня организована весь бисер я разместила вот в такой коробочке бусины я разместила вот в таких вот коробочках сразу стразов и вот таких вот крупных элементов которые используются выживки было положено с запасом за что конечно же большое спасибо потому что были всякие разные прецеденты вот эта вот коробочка ну наверное все знают да она просто друг на друга накручивается и вот так вот можно все это расставить и очень удобно так что вот как по с организацией вот так вот как как я уже сказала не могла я долго определиться на чем же книж вышивать перепробовала все вот эти пяльцы абсолютно бесполезными оказались потому что они просто не держали такую толстую ткань вообще бесполезные пяльцы вот на эти пяльцы принципе который я люблю который очень хорошо держит тоже толстую ткань просто не стали они держать то есть просто я не смогла натянуть там что еще раз говорю ткань довольно толстая натягивала я вот на эти большие пяльца удобно было но как-то неудобно то что очень большой объем и просто в руках вообще как бы и работать сумкой как вы понимаете не очень удобно когда такой большой объем тоже совсем было неудобно и вот в основном в итоге остановилась я на маленьких пяльцах собственно говоря логично потому что на одежде я вышивала с помощью этих пяльц я не знаю что дальше будет но вот пока я такие пяльца использовала вышивала я последовательно начиная с правой стороны и двигаясь вот так вот по кругу против часовой стрелки и вроде как бы мне было удобно ничего нигде не цеплялась этими маленькими пяльцами все было очень удачно вышивать ниточками вот такими вот это у нас титан 100 беленькими но потом перешла на них на которые были самого начала предложены нам производителем вы знаете вот такие ниточки мне больше понравились они конечно менее прозрачные их видно но они настолько мягенькие настолько прочные они очень мягко ложились но просто было очень удобно ими ими именно ими вышивать так что вот этими ниточками я довольна тоже кстати по цвету как бы очень подходили к самой ткани то есть так сливались и ну в общем осталось я довольна именно ниточками предложенными в комплекте теперь давайте поговорим уже о печальном когда я рассказывала в своем первом виде до об этой сумочке получила очень много отзывов о девочек что эти сумки к ним приходили тоже без инструкции то без инструкции у кого-то не хватало ниточек у кого-то не хватало иголочек у кого-то были бракованные бусины у кого-то что-то не хватало то есть постоянные были претензии комплектации этих наборов так что дорогие мои кто будет получать очень внимательно отслеживайте комплектацию и сразу связывайтесь с производителем потому что я знаю что каких-то необходимые какие-то необходимые вещи девочкам высылали мало приятного конечно но что делать вот такая вот комплектация я не знаю с чем это связано это уже вопрос к производителю какая у меня загвоздка с этой комплектации получилось помимо того что мне не положили инструкцию у меня пол у меня полностью закончился бисер которым обшиваются вот эти вот то есть основные элементы то есть основной бисер да вот у которой идет на крылья стрекоз это номер 12 он у нас разбивался 2а и 2b я не знаю как так получилось в принципе вот первого номера было довольно много но за счет того что у меня заканчивался вот этот под номером 2 бисер это сейчас я вам покажу все гремит это вот такой вот голубой и вот такой вот немножечко как бы потемнее до голубой я а вот этот вот номер один вот темно-синий я конечно пришлось мне использовать в большем количестве вот этот темно-синий то есть добивать эти пустые места которые как я поняла у меня образуются при нехватке вот этого голубого в основном бисер может быть это связано с тем что вот этого голубого было очень много отходов потому что использовала я все и кривые бусины и кое-как запихнула нитку когда вообще не прокаливала даже иголочка но было очень много бисер этого голубого цвета который вообще был без дырочки то есть просто бусинка ну как мы понимаем это бракованный бисер очень было его много я его сначала выбрасывала потом когда я поняла что мне уже не хватает я начала его собирать с тем расчетом что если что может быть я как-то там и сумею проковырять эту дырочку ну слава богу не пригодилась как я уже сказала я добила вот этим темно-синим бисером но конечно было очень неприятно вы знаете когда я поняла что у меня вот еще целая стрекоза то есть еще ну два крыла больших да и два маленьких а бисера у меня уже не хватает я просто поделила оставшийся бисер на две части как бы на два крыла и исходила уже из этих остатков то есть я уже как я еще раз говорю дополна добивала заполнял вот этим темно-синим бисером но соответственно он у меня тоже кончился то есть вот этот бисер основной у меня полностью закончился но может быть осталось там по одной бусинке на всякий случай я оставила вдруг там что-то где-то придется подшить очень неприятно я не знаю с чем это связано вы знаете мне сейчас очень тяжело мне иногда производители пишем пишут что мы формируем комплект на основе нескольких отшивок там плюс запас тыры пыры пято 10 я не знаю как они формируют я в общем-то им верю что естественно не в их интересах тоже формировать да как-то с дефицитом какого-то материала потому что и отзывы будут не могу сказать скорее всего это было какое-то недовложение потому что я не могу сказать что я очень много этого бисера тоже клала то есть классе много я его не могла потому что здесь четко было оба четко были обозначены места куда надо этот бисер пришивать то есть они просто были выделены другим цветом если бы я их вот так целиком не зашила то есть они бы просто были видны эти места может быть они были как-то больше выделены и мне потребовалось больше бисер я тут уже не могу сказать кто виноват кто прав давайте мы в этом не будем разбираться потому что если я сейчас допустим в ниточных наборах начала писать количество пасм который изначально кладет производитель чтобы потом как мне вот еще раз говорю одни про один производитель мне написал наверное вы как-то не так вышиваете но извините если бы я как-то не так вышивала наверное бы у меня всех бы не так не хватало да они каких-то одних конкретных я подозреваю что это просто недовложение но в данном случае я не догадалась посчитать количество бисер к сожалению и даже не догадалась сфотографировать это количество бисера поэтому что тут сказать тут уже непонятно кто прав кто виноват но на самом деле было очень неприятно у меня была такая мысль пойти и подобрать этот бисер но во первых это довольно тяжело сделать с нашим ассортиментом в магазине во вторых я не знаю что это за производитель но в общем как-то мне этого не хотелось но слава богу вот вы знаете вот впритык впритык но мне бисера хватило и самое интересное что вот смотрите вот этот золотой бисер да вот он пришивается вот так вот по крылышкам стрекоз его очень много сейчас я вам покажу вот этот золотой бисер и посмотрите как его много то есть все таки и вот зеленого вот этот тоже который пришивается на тельце стрекоз посмотрите его тоже очень много так что я так подозреваю что все таки это какое-то определенное недовложение бисера то есть вот видите первой ни одной бусинки 2а и 2b по одной бусинке на всякий случай а вот эти вот я оставила голубые которые как бы с дырочкой но дырочки там нет поэтому как вы понимаете мне пришлось просто использовать и кривой бисер и косой с маленькой дырочкой как-то обходиться чтобы просто как-то у меня все вышелось по стразам по бусинам как таковых у меня претензий нету все у меня качественное единственное что сейчас я вам попробую показать если вот вот и вот этот вот эти бусины под номером 8 которые идут на брюшко стрекоз посмотрите какие они кривые я так честно вот видите вот вот какая вообще половинка бусинки до лежит обломанная я честно говоря не поняла то ли это так было задумано что они все кривые и все разного размера то ли это просто такой брак я в общем не поняла ну конечно же я исходила из того что есть и пришивала то что есть что другого варианта не было вот видите они все все разного размера но с одной стороны конечно это было удобно потому что как я уже сказала вот они они пришивались на брюшки стрекоз на тушке да и вот то есть я начала с больших и вот так вот постепенно там старалась как-то сюда дальше более маленькую пришивать вот видите вот здесь вот тоже побольше побольше здесь поменьше может быть это было так и задумано я не знаю если вдруг производитель будет смотреть скажите пожалуйста но они абсолютно все кривые они косые они разного размера мне кажется все таки это так и задумано потому что не может быть чтобы такие кривые бусины положили так что это вот так вот что мне теперь предстоит делать что мне осталось до теперь мне осталось отшить уже ниточками расшить все крылышки расшить металликом но тут ниточками металликом соответственно металликом вышивается здесь вот расшивается все вот эти вот полосочки на апельсине ну соответственно вот эти вот все крылышки расшить и выделить как бы стебельчатым швом вот эти вот все травки и на травке пришлите бисеринки то есть работы довольно еще много не знаю как она у меня пойдет потому что ниточки пришиваются выкладной нитью посмотрим как это у меня пойдет тем более там я не знаю какого качества будет металлик но надеюсь все будет хорошо и конечно же еще у меня небольшая такая претензия вы знаете очень сложные для понимания инструкции на мой взгляд то есть то есть инструкция вот такая вот у нас есть просто пошаговая да и здесь вот все прям пошагово в принципе обеих вот такая вот инструкция вот вы видите арочный шов можно использовать строчный но не совсем понятно допустим вот в схеме в графической нам сказано что надо смешать бисер 2а и 2b то есть он совершенно разных цветов он не один светлеет другого не один темнее друг друга он просто один голубой другой даже не знаю какого такого бутылочного цвета так если можно сказать синей бутылочного цвета в инструкции сказано что надо двигаться как бы от светлого к темному но еще раз говорю эти два бисера между ними вышивать переходными тонами на схеме номер два смешивая бисер 2а и 2b но вы знаете там эти тона они собственно говоря их не смешаешь потому что они совершенно разного цвета то есть не один вот светлее вот посмотрите вот это вот один цвет а вот этого другой это 2а и 2b то есть собственно говоря они один в другой но никак не переходит до видно четкая граница поэтому конечно было непонятно что хотел производитель что хотел художник этим показать и в основном большое спасибо менеджеру видимо она знает все эти проблемы которые возникают она мне выслала схемы от фотографии отшивок и в основном конечно же я ориентировалась именно на эти фотографии потому что по-другому мне честно говоря было бы совсем непонятно вот ориентируясь на эти фотографии мне более-менее становилось все понятно большое ей спасибо за это так что конечно скажем так не спокойная работа то есть поморочить голову себе здесь вполне можно но другой стороны конечно результат получается очень интересным вот пока что мне очень нравится не знаю что там будет дальше с ниточками как выглядеть но очень красиво видите как тут все переливается просто очень красиво конечно вот еще не совсем передает вот этот перелив я думаю что когда металликом будет вышли все вообще будет супер я не знаю насколько это все будет носиться и использоваться потому что в инструкции написано что вышивку не рекомендовано стирать сумку эту не рекомендуется стирать не знаю насколько там выдержит бисер ну в конце концов мы сумки по большому счету не так уж часто и стираем да поэтому не знаю и пока вышиваю и не задумываюсь об этом мой такой несколько сумбурный первый отчет мои первые впечатления надеюсь больше ничего плохого мне не встретится в этом наборе и всех ниточек всех бисеринок мне хватит ну собственно говоря бисеринки тут только вот на зелень остался их там довольно много этого бисера поэтому думаю тут как раз уже проблем никаких не будет остались у меня стразики остались у меня дополнительные камушки так что если вдруг у кого-то что-то не хватит и вы в москве принципе можете обращаться я помогу чем смогу если конечно у вас будет не хватать инструкции и фотографии отшивок вы тоже можете мне написать я вам перешлю если вы не хотите связываться с производителем тут конечно проблем нет ну на этом все большое спасибо за внимание я была рада что вы зашли ко мне в гости до свидания